МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Могла ли атака на авиабазу в Энгельсе сорвать очередной российский ракетный удар по Украине? Украина требует исключить Россию из Организации Объединенных Наций, что спровоцировало очередное обострение ситуации на границе Сербии и Косово. Также сегодня. Больница просто переполнена сверху до низу, реанимация заполнена людьми. Многие из них попали в больницу, им не становится лучше через день или два, поэтому потока нет. Кроме того, новые люди продолжают обращаться. Ослабление антиковидных ограничений в Китае привело к взрывному росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как я упомянул вчера, Министерство обороны России официально признало атаку беспилотника на авиабазу российских ВВС в Энгельсе в Саратовской области, где базируются российские стратегические бомбардировщики. Согласно этому заявлению, беспилотник был сбит. В результате падения его обломков погибли трое военнослужащих. В сообщении подчеркивалось, что боевая техника не пострадала. Владимир Путин уже второй удар по авиабазе в Энгельсе ожидаемо не комментировал. Украинская сторона назвала эту атаку последствием российского вторжения в Украину. Как полагает военный аналитик украинского портала «Дефенс-экспресс» Валерий Рябых, вполне возможно, что в результате событий вчерашней ночи был сорван очередной массированный ракетный обстрел Украины, для которого обычно применяются и стратегические бомбардировщики. Анализ той информации, которая циркулирует в сетях, прежде всего, конечно же, в телеграм-каналах, которые являются более оперативными в освещении тех или иных событий, позволяет говорить о том, что какая-то атака неизвестного объекта, этого стратегического аэродрома, части ядерной триады Российской Федерации, все-таки была. Был зафиксирован взрыв на аэродроме. И что более характерно для анализа этого события, последовало официальное заявление Министерства обороны. При этом утверждалось, что якобы был сбит неизвестный беспилотник, он не попал в цель, но по какому-то стечению обстоятельств есть пострадавшие, причем трое убитых. Ну, если анализировать само сообщение Министерства обороны, то, конечно же, то свидетельство, что есть даже убитые военнослужащие Российской Федерации, как утверждается, их было трое, то, в принципе, подобная атака какого-то неопознанного летающего объекта не может быть нерезультативной. Кроме того, в дальнейшем, если судить по сообщениям тех же телеграм-каналов, в короткое время с этого аэродрома взлетели оставшиеся боеспособные самолеты дальней авиации и через определенное время призелились на аэродроме Украинка в Амурской области. Что может свидетельствовать, прежде всего, о принятии решений о перебазировании остатков самолетов на удаленный аэродром для того, чтобы обеспечить их нахождение в безопасном месте и вывести из-под удара. То есть по всему этому мы можем говорить о том, что удар был, он был серьезным, и наблюдатели не исключают, что этот удар мог быть таким превентивным ударом на фоне готовящегося очередного 6 с 10 октября массированной ракетной атаки на Украину. Подчеркиваю, на мирные гражданские объекты, объекты инфраструктуры, энергообеспечения, которые подвергаются системным атакам и которые усилились именно с атаки 6 октября этого года. Если судить по логике противодействия, то одним из наиболее действенных способов предотвратить террористические атаки, атаки противника с использованием дальнобойного оружия, является уничтожение этих объектов именно в момент их запуска или подготовки к атаке. Тогда это с большой вероятностью приведет к срыву атаки и к уничтожению средств нападения. Как раз вчера и была подобная ситуация, и могла быть сорвана подобная атака. Причем в тех же телеграм-каналах мы могли найти версию о том, что был поражен некоторый объект, который участвует в цикле принятия решений и управления. И это может быть тот же путь управления полетами дальней стратегической авиации. И по большому счету вчера мы не видели атаки на территорию Украины с применением ракет дальнего радиуса действия. Ну, всего идет все управление, которое находится на авиабазе в Энгельсе. И, конечно же, это не единственное место, которое участвует в подготовке и координации ударов по территории Украины. Но является одним из ключевых, потому что обеспечивает управление взрывами дальней авиации в момент выхода их на рубеж проведения атаки. Как правило, эта атака осуществлялась из бассейна Каспийского моря. Ну, причем наши аналитики пришли к выводу, что подобное место пуска ракет было выбрано не случайно. Это связано с низкой технической уносить самих ракет, потому что часть этих ракет, если их запускать на территории Каспийского моря, то, конечно же, они канут в море и доказательств не найдешь. Но вот как раз предыдущая массированная ракетная атака была проведена недалеко от базы в Энгельсе. И, судя по тем же сообщениям СВИ, часть из ракет, запущенных в том залпе, они упали на территорию самой Российской Федерации. Это было мнение военного аналитика украинского портала «Дефенс-экспресс» Валерия Рибых. Украина призвала государство-члены ООН рассмотреть вопрос об исключении Российской Федерации из Организации Объединенных Наций и о лишении ее статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом ВЕТА. В заявлении МИД Украины отмечается, что, согласно уставу, ООН участвовать в работе организации могут только миролюбивые государства. Россия же ведет агрессию против Украины, применяла силу и против других стран. О том, на каких юридических и политических основаниях Киев требует исключения России из ООН, рассказывает бывший представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко. Это должно было быть очень просто. В уставе он все это также прописано. Вот в заявлении МИД Украины там назван только один прецедент – это Чехословакия. На самом деле таких случаев были десятки. Ну, полтора десятка как минимум. Ну, во-первых, это все бывшие республики бывшей Югославии. Все они вступали в ООН, как говорится, по новой. Пыталась Сербия провернуть такой же трюк, как это удалось России в 1991 году, в декабре, но не получилось. И Сербия тоже прошла утверждение, то есть сначала рекомендацию Центробезопасности, а затем уже решение Индальной Ассамблеи ООН. Ну, есть еще много стран, ну, та же Бангладеш, например, даже Индия и Пакистан, и вообще все колониальные страны, которые распадались, объединялись. Все они также проходили такую же процедуру. Есть несколько путей решения этого вопроса. Он и процедурный, он и политический, он, конечно же, юридический. Ну, я лично считаю, что существует три основных сценария или модели, как это можно сделать. Первый – это исключить Россию из ООН за систематические нарушения устава организации, за ту же агрессию против Украины. Второй – это поставить под сомнение вот это продолжение Российской Федерации и членство бывшего Советского Союза в ООН, потому что процедура в декабре 1991 года была просто проигнорирована. Взяли, поменяли табличку. Было письмо Ельцина, основанное на так называемой Алматинской декларации, которую, кстати, не все страны СНГ подписали. И после этого Ельцина отправил письмо тогдашнему генеральному центру ООН, и 31 декабря 1991 года просто под шумок поменяли табличку. Был СССР, стал Российская Федерация. В то время, к сожалению, те страны, на которых это зависело, то есть остальные постоянные члены, просто закрыли глаза. Они боялись расползания ядерного оружия Российской Федерации. Они хотели все как-то закончить мирно и быстро. И тогда была надежда, что наконец-то Россия стала на путь демократизации, что она станет нормальным государством. И вот такое было принято решение. Но, конечно, третий путь или сценарий – это поставить под сомнение процедурно полномочия российской делегации. Опять-таки, ссылаясь как на первый, так и на второй, так сказать, путь. То есть в таком случае право вета не работает. То есть тогда нужно просто большинство в девять членов с этой безопасности. Ну а если идти первым путем, то, безусловно, если мы можем рассчитывать на то, что резолюция Генеральной Церкви наберет необходимые две трети голосов для принятия, то затем, конечно же, Россия своим же правом вета это решение просто уничтожит все эти безопасности. Так что, я думаю, здесь нужно применить какую-то комбинацию этих трех вариантов. И именно этим украинская дипломатия сейчас и занимается. Мы знаем о заявлении вчерашнем, а теперь уже будет такая кратоклевая работа дипломатов. Нужно будет убеждать страны-члены ООН в том, что такую резолюцию нужно принимать. И, конечно же, будет многое зависеть от тех формировок, которые будут заложены в текст такой резолюции. Еще в 2016 году, когда я работал постоянно представителем Украины при ООН, мы тоже начали поднимать этот вопрос, но, может быть, не так активно, как сейчас. Сейчас мы в основном занимались поиском той документации, которую можно было бы использовать для решения этой проблемы. И мы эти документы нашли. Есть целый массив документов секретарта ООН, где заинтересованные страны смогут найти вот те аргументы в пользу такого решения, о которых мы говорили. Мы подняли все те документы, которые были написаны, разработаны в декабре 1991 года. Там есть очень интересное, например, особое мнение юридического советника ООН, без которого ни одно решение не готовится, тем более, если мы решения к СССР и Ассамблеи. Так вот, он прямым текстом сказал, что если пойти вот таким путем, это будет юридически, как он выразился, нечисто. И он не рекомендовал тогдашнему генсектаре ООН согласиться с таким вариантом. Но, к сожалению, как я уже сказал, закрыли на это глаза и пошли по пути, ну, такой политической, что ли, целесообразности. В результате, как отметил один из знакомых мне экспертов, мне очень понравилось это выражение, Россия сейчас в ООН находится как безбилетный пассажир. Знаете, вот как бы лекомысленно не относились к тому, что это нереально, что это займет длительное время, но, поверьте мне, российская дипломатия сейчас очень напряглась, потому что никому это неприятно. Представьте себе, что начнется, когда начнут рассматривать этот вопрос уже реально, в режиме реального времени. Сейчас это теория, но когда появятся бумаги, появятся документы, проекты резолюции или проекты резолюции, это, в общем-то, очень серьезно изменит всю ситуацию. Россия потеряет возможность влиять вообще на решение какого-либо серьезного вопроса на международной арене. Ведь сейчас она же кичится этим правом ВЕТА. Мы же помним высказывание Дмитрия Медведева, который постоянное членство России в среде безопасности и право ВЕТА назвал, ну, одним, что ли, из трех столпов существования российского государства. То есть они прекрасно понимают значение этого. Ну, понимаете, что значит постоянное членство России в среде безопасности? Это страна, которая правит миром. Одна из пяти. Ну, или все пять. И если страна лишается этого статуса, ну, это уже даже не ниже плинтуса, это вообще не знаю, в какие ворота лезет. Поэтому я думаю, что россияне будут очень сильно с этим бороться. Тут надо еще добавить, что некоторые страны, ну, например, тот же Китай, они такого прецедента боятся. Я не имею в виду, что Китай боится лично. Но есть страны, которые думают, наверное, это гипотически, сегодня, если удастся выгнать Россию из этой организации, то завтра на ее месте могу быть я. Вот любая страна, которая нарушает правила ООН, международное право, устав ООН, она может подвернуться точно такому же наказанию. О том, на каких юридических и политических основаниях Киев требует исключения России из ООН, рассказывал бывший посол Украины в ООН Владимир Ельченко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 27 декабря. Тема выпуска представляю я, Андрей Широградский. В Петербурге сегодня продолжился неформальный предновогодний саммит стран СНГ. Сегодняшний рабочий завтрак проводился в здании Русского музея. Принятие каких-то ключевых решений на саммите не планировалось, но, открывая его, Владимир Путин упомянул, в частности, о серьезных проблемах в отношениях между некоторыми государствами, входящими в Содружество независимых государств. Еще одним ключевым направлением сотрудничества стран СНГ является поддержание безопасности и стабильности в нашем общем евразийском регионе. К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами и участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие. Среди проблем, о которых упомянул Владимир Путин, наиболее остро сейчас стоит проблема Нагорного Карабаха, где азербайджанские активисты уже три недели блокируют Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. В Петербурге состоялась трехсторонняя встреча с участием Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. Пашинян, недавно, кстати, открыто критиковавший российских миротворцев, которые, согласно заключенным соглашениям, должны контролировать Лачинский коридор, прилетев в Петербург, обменялся с Путиным довольно теплым рукопожатием. А в ходе встречи сказал следующее. Главный вопрос, самый оперативный вопрос, это тот кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре, и уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. И это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. И я хочу напомнить, что согласно трехстороннему заявлению президента Российской Федерации, президента Азербайджана и премьера Министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. И Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору. И сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. И я, конечно же, хотелось бы обсуждать эту ситуацию, и какие есть варианты. И благодарю за такую возможность. Говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Между тем, в последние дни обострилась ситуация и в районе другого давнего территориального конфликта. В течение последних двух недель сербы перекрывают дороги на границе Сербии и Косово. Вчера там, неподалеку от патруля сил НАТО, произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. К счастью, никто не пострадал. Но вооруженные силы Сербии приведены в состояние повышенной боевой готовности. Мой собеседник, специалист по странам бывшей Югославии, автор книг о конфликте в бывшей Югославии, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Андрей, в чем непосредственная причина нынешнего обострения? Вот если говорить о том, что происходит сейчас на территории северных, четырех северных общин Косово, где преимущественно живет сербское население, только сейчас я общался со своими источниками там, и люди довольно сильно обеспокоены, журналисты и международные посредники, которые там работают. Дело в том, что то, что сегодня блокировали сербы, это так называемая Коссовская махала, это там карта, как бутылочное горлышко, вот так вот. Фактически одна из основных транспортных магистралей, которая соединяет Косово с основной территорией Косово, с этими четырьмя северными общинами. Там приехали тяжелые грузовики, все это дело перекрыли. Грузовики вообще-то принадлежат муниципальному предприятию государственному, и им должно руководить Коссовское правительство. Каким образом эти грузовики, это же не частый транспорт, каким образом грузовики туда приехали? Это же не так, как во время французской революции, когда вооруженный народ строит баррикады там из диванов и подручных средств. Приехал грузовик, заблокировал движение, законная власть должна каким-то образом на это реагировать. Соответственно, Коссовское правительство заявило о решимости обеспечить свободу передвижения Косово. Сербские власти объявили режим чрезвычайного положения, наивысшей готовности сербской армии и специальных подразделений сербской полиции. Таким образом, сейчас эти баррикады существуют уже во всех четырех общинах. Если назад откручивать то, что произошло, то непосредственной причиной для обострения был застаревший спор о том, что преимущественные сербы, машины которых имеют со старых времен сербские регистрационные номера, должны перерегистрировать их согласно Коссовским правилам. Они отказываются это делать. Несколько раз переносили этот срок при помощи международных посредников. Под это дело перенесли выборы местные органы власти. Толпа сербов ворвалась в здание в Коссовскомитровице в избирательной комиссии. И через несколько дней был арестован человек по имени Деян Пантич, который был бывшим сербским полицейским, там работал, поскольку сербы ушли в знак протеста из всех органов местной власти, которого обвинили в том, что он участвовал в этом налете на Центральную избирательную комиссию. Он сидит. Значит, сербы и местные в Белграде считают, что это незаконно. После этого начались баррикады. Приехал министр обороны Сербии на южную границу страны, провел там, как водится, смотр военный. Ну вот сейчас фактически подняли по тревоге третью бригаду сухопутных сил Сербии, которая расположена в нише. Это крупнейший южный город Сербии. А косовские власти вроде бы подтягивают под разделение своих таких полувооруженных сил, потому что у них армии в нормальном смысле этого слова нет. Есть такой корпус защиты Косово. Это около 10 тысяч человек, которые по стандартам НАТО и под контролем структоров западных там готовятся, все стандарты этим соответствуют. Есть такое впечатление, об этом как раз и говорят мои источники, что правительство Сербии не до конца контролирует, или вообще, может быть, не контролирует те силы, которые играют сейчас на повышение в Косово. Президент серб Александр Вучевич, когда делает эти вот заявления о защите сербов, отчасти это вынужденная история, потому что, видимо, какие-то более радикальные силы стоят за этими действиями, которые грозят перерасти в какую-то горячую фазу конфликта. Вот я как раз хотел спросить, насколько серьезен потенциал у того, что сейчас происходит. Одна перестрелка уже была возле баррикады в месте, которое называется Зубин Потоп. Не исключают, что будет искрить и дальше. Непонятно, кто в кого стреляет. Обе стороны, конечно, говорят, что это не они. Я уж не думаю, что там будет какая-то фронтальная война между 30-тысячной сербской армией и вот этим 10-тысячным Косовским защитным корпусом. НАТО, судя по всему, силы КФОР, которые там стоят, стараются сделать все для того, чтобы не вмешиваться, чтобы разрулили все это каким-то способом более мирным. Есть конспирологическая теория о том, что там есть и рука Москвы, что подогревается, значит, агентами кремлевскими. То, что там происходит просто для того, чтобы был очаг какой-то напряженности. Есть, конечно, свои задачи внутриполитические, внешнеполитические и у обеих политических сторон конфликта. Косово буквально на прошлой неделе подло заявку на вступление Европейский Союз, они как бы хотят внятного подтверждения того, что их ждут европейской семье, пока его не получают. И известно, что пять стран Европейского Союза не признают независимости Косово. И путь очень долгий, предстоит этой территории, даже в том случае, если будет принято решение о приближении к ЕС какому-то. На этом фоне получить противника, от которого явно нужно защищаться и сказать, вот вы видите, мы стараемся, а тут люди блокируют наши усилия. Это такая карта понятная. Альвин Курти, премьер-министр Косово, тоже непростой внутриполитической ситуации находится. Он не воевал во время конфликта с Югославией, он был тогда лидером студентов и сидел там в тюрьме, протестовал, но если был молодым совсем тогда. А, так сказать, ветераны-генералы, которые традиционно более радикальные, которые могут контролировать и радикальные силы в Косово, тоже поддавливают на него и, естественно, требуют более решительных действий. У Белграда, у Вутища тоже ситуация непростая. Как известно, они просто стоят, так сказать, на раскоряку между российской поддержкой и стремлением вступить в Европейский Союз. Сербия зависит от поставок русского газа. Вынуждены крайне осторожную такую политику проводить в отношении стратегии с Европейским Союзом. Нужна поддержка в международных организациях российской, а она ослабевает по понятным причинам в том, что касается и подтверждения сербского суверенитета над Косовым. Конечно, это какой-то такой элемент большой игры, и, к сожалению, об этом большинство обозревателей говорит. Даже если сейчас вот этот конфликт каким-то образом разрулит, а как-то его, конечно, разрули. Это не значит, что напряженность там спадет, потому что пока обе стороны, в общем, твердо стоят на своих позициях. Вот, например, сербские депутаты покинули эти местные органы власти, а албанцы взяли и провели в этих опустевших органах власти свои выборы, выбрали свои местные советы, где только албанские представители. И у каждой стороны, как это часто бывает, такого рода конфликтах, есть своя правда или своя воображаемая правда. И понятно, что источников возможных для того, чтобы ситуация нагревала все больше, их, к сожалению, достаточно. Очередное обострение на границе Сербии и Косова мы обсуждали с обозревателем Радио Свобода, специалистом по странам бывшей Югославии Андреем Шаром. И еще одна первополосная международная тема – это резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае, после того, как правительство страны на фоне массовых протестов ослабило антиковидные ограничения. Больницы Китая переполнены, огромные очереди выстроились и у похоронных бюро. Рассказывает корреспондент программы «Настоящее время. Азия» Дарья Тимофеева. По внутренним оценкам, сейчас в Китае фиксируется больше случаев ковида, чем за все время пандемии. Блумберг со ссылкой на данные заседания Нацкомиссии здравоохранения КНР сообщил, что только за один день в стране коронавирусом заболели 37 миллионов человек. По неофициальной информации, инфицированных около 20% всего населения КНР. Рекордный всплеск заболеваемости подтверждают кадры переполненных больниц по всему Китаю. «Больница просто переполнена сверху до низу. Реанимация заполнена людьми. Многие из них попали в больницу. Им не становится лучше через день или два, поэтому потока нет. Кроме того, новые люди продолжают обращаться». Резкий всплеск новых случаев ковид-19 связывает с кардинальной переменой антиковидной политики в Китае. После массовых протестов в начале декабря власти отменили все ограничения. Руководство страны заявило, что новые разновидности коронавируса уже не приводят к тяжелому течению заболевания. Согласно официальной статистике, в Китае с начала декабря заболели только 62 тысячи человек. Теперь же власти вообще перестали публиковать ежедневную статистику по ковиду. Данные будут предоставлять в справочных и исследовательских целях, как часто не сообщается. Комментируя эпид-обстановку в стране, чиновники заявили, что ситуация с ковидом находится под контролем. «В настоящее время уровень вакцинации в Китае продолжает расти. Возможности лечения увеличиваются. Производство медицинских материалов расширяется, а поставки медикаментов адекватны запросу. Ситуация с эпидемией в Китае в целом предсказуема и контролируема». Международные эксперты предрекают ухудшение ситуации в январе, во время празднования китайского Нового года. При этом нагрузка на систему здравоохранения и сегодня запредельная. Врачи перегруженных больниц между операциями и приемами ведут онлайн-консультации. Как сообщают СМИ, в аптеках наблюдается дефицит лекарств. Во многих из них парацетамол продают поштучно. А цена противовирусных препаратов на черном рынке доходит до нескольких сотен долларов. Информагентство сообщает, что крематории в Пекине работают круглосуточно. В соцсетях публикуют видео огромных очередей у похоронных бюро. По прогнозам ВОЗ за зиму коронавирусом в Китае могут заболеть 800 миллионов жителей страны. Это практически каждый десятый житель планеты. В соседних с КНР в центрально-азиатских странах ситуация с ковидом пока не вызывает опасений. Местные ученые в интервью СМИ призывают не бояться масштабных вспышек ковида. К слову, из стран Центральной Азии за последние сутки больше всего случаев 164 зарегистрировано в Казахстане. В Узбекистане их всего 16. А в Кыргызстане и Таджикистане, согласно официальным данным, за прошедшие 24 часа никто не заболел коронавирусом. Передавала корреспондент программы «Настоящее время Азия» Дарья Тимофеева. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».